Уважаемые коллеги, дорогие друзья, БРИКС занимает уникальное место в глобальной экономике. Это самый большой рынок в мире. В наших странах проживает 40% населения планеты. Государства БРИКС обладают огромными природными ресурсами, располагают подготовленной промышленной базой и профессиональными кадрами, создают почти 30% мирового валового продукта, 27 с небольшим. Важно, что наши страны создают опережающими темпами условия для экономического развития. Вот здесь моя коллега из Бразилии только что говорила об этом. Я позволю себе добавить. Общий среднегодовой темп роста в 2012 году составил 4% против 0,7% в странах финансовой семерки. Разница более чем в 5 раз. Эта цифра впечатляет. Вообще, эта цифра 5 здесь звучит как-то по-особенному. Мы с вами встречаемся в Африке. Здесь очень богатая природа, фауна. Есть такое понятие в Африке – Big Five. Пять самых крупных представителей животного мира Африки. Вот и БРИКС тоже состоит из пяти стран. Как я уже сказал, вклад в экономику мировую очень заметный. Российская сторона выступает за то, чтобы с опорой на бизнес эффективнее использовать экономический потенциал БРИКС для наращивания объемов взаимной торговли, инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации. Хорошим подспорьем в этой работе, конечно, станет создание банка развития БРИКС. В этой связи хотел бы отметить, что Россия выступает за то, чтобы это финансовое учреждение было создано. Но мы исходим из того, что если оно будет создано, то оно будет работать исключительно на рыночных принципах и будет оказывать поддержку бизнес-обществу всех наших стран. Подчеркну, что Россия и её экономика открыты к новым торговым, и инвестиционным проектам. У нас сохраняется профицит торгового баланса в России, 195 миллиардов долларов в прошлом году было. Планомерно сокращается безработица. Она достигла минимального исторического уровня 5,5%. Нами обеспечен предсказуемый обменный курс рубля национальной валюты России и динамика потребительских цен. Проводится ответственная, расчётливая бюджетная политика. Уровень государственного долга самый низкий в мире, один из самых низких. Если посмотреть на внешний долг, это с небольшим 2,5%, а в целом где-то около 10-11%. В России разработан целый комплекс мер по совершенствованию инвестиционного климата. И, конечно, мы готовы укреплять сотрудничество высоких технологий, совместно осваивать космос, развивать науку. Вот у нас с Южноафриканской республикой в этом смысле очень хорошие перспективные планы. Собственно говоря, со всеми практически странами БРИКС. Отмечу, что в 2012 году товароборот России со странами БРИКС достиг рекордных 105 миллиардов долларов США. И, разумеется, это не предел. Российские компании активно работают в Бразилии, в Индии, в Китае, в Южноафриканской республике. Они также заинтересованы в совместном освоении рынков третьих стран, что вполне возможно и очень перспективно. В рамках БРИКС ведется работа по содействию развивающимся и наименее развитым экономикам, в том числе и африканским нашим друзьям и партнерам. Сегодня по итогам саммита Банки развития наших стран подпишут соглашение о софинансировании проектов в сфере инфраструктуры и зеленой энергетики. Уверен, они станут хорошим подспорьем для приложения сил и хорошим полем для приложения сил на компании из стран БРИКС. Уважаемые друзья и коллеги, убеждён совместными усилиями государств и деловых кругов стран БРИКС, мы сможем создать дополнительные предпосылки для углубления сотрудничества в интересах наших народов и наших государств, в деле обеспечения стабильности, безопасности и процветания во всём мире. Благодарю вас за внимание. Спасибо.